Сразу после официального объявления. Его профессиональный рекорд. Одна победа при двух поражениях. Его стиль кикбоксинг. Из грозного Чеченская республика. Башлам Амадов. Рефри в октагоне Кирихан Шибилов. О котором мы сегодня уже не раз говорили. Ну и, собственно, если вернуться к самому главному. Спортсмены, я уверен, дадут нам сейчас замечательный визуальный ряд. Ну, а для ваших ушей важная, наверное, центральная информация. Вот высокая миссия лиги. В чем она заключается? Да, хороший вопрос. Спасибо. Как буду развивать события. Концепция самой нашей лиги состояла в том, что мы являемся, так коротко, донорами для основной нашей лиги. ACA. И, разумеется, вот на сегодняшний день, как нам кажется, или хочет казаться, что мы идем верно. Потому что очень много бойцов мы уже, как сказать, передали или депортировали по ACA. Ну, просто донорам это будет, наверное, сказать, недостаточно. Потому что уже не первый год даже, можно так сказать. Я говорю о том, что ACA Young Eagles является главным селекционным проектом вообще в СНГ. И много спортсменов мы знаем во всех ведущих лигах. И не только в лиге номер один ACA, но и в других. Показывают себя, показывают хорошо. А начинают свой путь именно здесь, в ACA Young Eagles. Вот, чувствуете ли вы эту некую значимость? И закладывалась ли она изначально? Или это получилось как-то само? Нет, нет, это была концепция, это была идея Мэрбека Хосеева. Потому что на таком высоком уровне, как ACA, им очень трудно проводить селекцию. Очень трудно. Было принято решение создать ACA Young Eagles. И, как вы уже сказали, это селекционная сама идея, селекция, разумеется. Бывает даже, что те бойцы, которые не попадают в ACA, попадают в многочисленные другие промоции. И много раз мне приходилось слышать, что они прошли суровую школу Young Eagles. Нам бывает это приятно слышать. Но мы работаем в этом направлении. Мы с моими компаньонами, с моими напарниками, партнерами посещаем все мелкие промоции, мелкие соревнования. Бывают высокие, ставим для себя галочки, пометки. Вот этого мы заметили, этого заметили и так далее. Так, события развиваются очень бурно. Башлан Амадов, похоже, выигрывает. Да, если вот возвращаться непосредственно сюда. Очень большое количество ударов сейчас вроде бы до этого доминирующий в борьбе Машрапов показал. Но вот мы увидели, что и Башлан Амадов, который на бумаге, давайте честно, несколько уступает. Все-таки его одна победа при двух поражениях против четырех побед при одном поражении у Машрапова. Он очень мотивированный, очень жесткий боец. Я бы даже сказал, в какой-то степени и не понятый, и пока не увиденный. Он может гораздо больше, у потенциальных возможностей гораздо больше Амадова. Ну и я, в общем-то, это охотно верю. И рефери Герихан Шубилов, очевидно, сейчас близок к остановке. Потому что много ударов, да. Вы как в воду смотрели. Ну, честно говоря, не первый раз комментирую. Да, есть в них тропот. Да и сам выступал тоже. Вкратце, я понимаю, что долго не смогу вас здесь задерживать. Но, безусловно, всем очень интересно, будет ли возобновление, возможно, турниров лиги в каких-то других регионах. Я вот недавно продвинул мысль о том, что, возможно, многие бы захотели, и стоит заявить некие официальные приглашения для лиги, чтобы провели там, не знаю, в Ростове, как это было, в республиках Северного Кавказа, в других. Возможно ли возобновление таких выездных турниров? Это возможно, это возможно, Маршал. И скорее всего, так оно и будет. Но просто вот мы понимаем, сейчас мы живем в таком обществе, что вот эта пандемия... Ну, которая, мы надеемся, все-таки будет не вечной, и мы ее победим. Да, я надеюсь, но то, говорят, 23-й год, 24-й, мы не знаем. Как это закончится, конечно, у нас уже сегодня на руках огромное количество приглашений. Наши братья Ингуши нас зовут, осетины звали, кабардинцы звали, приглашали. Я одного из этих братьев даже знаю. Да, 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 мы очень благодарны. В Ростове нас зовут, в Новороссийске. Ну, вот такие проблемы, вот то, что мы все видим. Я надеюсь, если Аллаху будет угодно, все это обойдется, все это нас минует. Дорогие друзья, время остановки поединка, 3 минуты, 32-я секунда первого раунда. Таким образом, техническим нокаутом победу одерживает пошлан Амадов! Что и следовало ожидать, мои поздравления Амадову. Да, кстати...